В спортивном комплексе трудовые резервы прошли финальные боепервенства Московского бокса среди юниоров. В первом турнире нового года приняли участие около 80 атлетов, среди которых 60 перворазрядников и около 20 спортсменов, имеющих разряд кандидатов в мастера спорта. Но даже обладая такими высокими спортивными достижениями, боксеры волнуются перед выходом на ринг. Я скажу, что ребята стараются, ребята показывают класс, тем более здесь юниоры и переходной возраст из юноши и юниоры. Кому-то уже исполнилось 17 лет, кому-то еще вот-вот исполнится. Глаза горят, рвутся, поэтому стараются. Что-то получается, что-то не получается, но чемпион есть чемпион. На финале первенства Москвы по боксу присутствовали знаменитые боксеры, среди которых Александр Кошкин, финалист Олимпиады 80, чемпион мира и Европы. Прошедшие поединки не на шутку впечатлили титулованного боксера. Был один бой, я просто смотрел с таким восхищением, я как раз к Петрову подошел и сказал, вот этот парень уже почти что полупрофессионал. А он мне сказал, он не пола, а профсионал уже. То есть очень понравился, хороший парень. Я думаю, у него будет успех в дальнейшем. Речь идет о московском спортсмене Вячеславе Казачке. Когда-то именно в этом зале Слава начинал постигать азы бокса. Присутствовал на турнире и первый тренер чемпиона. Степанов Денис и Слава Казачок. Они выиграли первые места, завивали, показали очень хороший бокс, техничный, красивый, грамотный. Так что ребята и зрители получили большое удовольствие. Победители турнира сформируют сборную команду Москвы для участия во всероссийских турнирах и февральском первенстве России. И уже сейчас по итогам первенства можно уверенно говорить, что столица находится в надежных боксерских перчатках. Продолжение следует...